Всем привет-привет! Я отвела милашку в садик и сейчас я буду домой. Мы с ней ходили с ней самокатиком, но я его забрала домой. Многие оставляют его возле садика, но я решила забрать его домой. Сейчас приду домой, мне нужно смонтировать видео и хочу что-нибудь у нас грибы дома. Мы садик пару дней назад покупали и что-то мы до них не доберемся. В общем, нужно что-нибудь вкусненькое приготовить. Вот сейчас что-нибудь буду готовить. Не знаю, может соус грибной сделать, может быть шампиньки с грибами. В общем, нужно что-нибудь придумать с грибами сейчас. Грибочки шампиньоны. В общем, сейчас буду готовить. У ветер такой сильный. У нас вроде и солнце вылезло, но погода только морозная. А я сегодня опять пекла. Испекла сегодня вот такие пирожочки в духовке. Сделала небольшого размера, маленькие такие, чтобы милашке было интересно кушать. Милашка любит маленькие пирожочки, всякие булочки. Поэтому я сделала небольшого размера. Пирожки я сделала с грибами и с картошкой. То есть начинка она вместе. И грибы, и картошка с луком, все это вместе. Это одна начинка. То есть зажарила вначале грибы с луком и потом смешала с пюре. Очень вкусные пирожочки. Они такие маленькие, аккуратненькие. И очень вкусные, очень мягенькие получились. Так что очень быстро пекутся. Я не знаю, в последнее время я как-то стала быстро, часто стала готовить дрожжевое тесто. Потому что получается очень быстро и очень много получается выпечки. И очень вкусно. Так что опять я сегодня пекла. Я стараюсь их, конечно, меньше кушать. Сейчас вот я убираюсь на кухне, все раскладываю по посудомойке. Очень много посуды. Вот, еще с утра с ней не разбиралась. Сейчас уже Лика придет из школы. То есть уже сейчас третий час. А я все еще тут не убирала на кухне. Так что сейчас буду убираться. Ликуля придет, будет кушать. Еще я сделала сегодня картошку с грибочками. Вот. Так что Лика сейчас придет и будет обедать. Она меня давно просила картошку с грибами. Я как раз сегодня делала пирожки с картошкой с грибами. Поэтому решила заодно и такое вот второе сделать вкусное. А кто у нас здесь лежит? А кто здесь лежит? Максик. Максик как будто не встает с постели. А как Максика снимал, он всегда у нас на постели лежит. Он приходит к нам, ложится и весь день здесь спит. Иногда встает, покушает, попьет и все время спит здесь. Любит у нас на постельке спать. Променял свой подоконник на кровать. Вот слышно, как он муркает. Мур-мур-мур. Вот так, вот так, вот так. Любит, когда его так гладят. Да. Вот так. Ну, милашка, что там у тебя? Это Маша и Медведь, да, коллекционичек? Маша и Медведь. Маша? Эй, подожди, начали открывай. Оп. Не коллекционная, да? Да, а шоколад вкусный. А шоколад коллекционный? Угу. Ну-ка, милашенька, что там у тебя? Милашка из садика только пришла, вся лохматая. Милашка. Милашка, наиграла в садике? Что там? Машинка. Машинка. Машинка, папа, там. Ну-ка, Лика, собирай. Ну, что, наклейки? Милаш, подожди, ты сразу не заберешь сама. Мы вчера бабочку три часа собираем. Называется песня «Туманы». Там есть такие слова, там, в голове мои туманы, маны, маны. Там что-то любовь куда-то утекла, там. Кто поет? Лика монтирует видео на свой канал. Очень прикольное видео. Заходите, смотрите скоро. Завтра думай, да, выложим. Сегодня нет. Мне еще уроки, но просто делать надо. А уроков много задали? Четыре. Ну, давай, Маня. Ну, ты сохраняй, потому что мне сейчас монтировать. Но ты все равно, тебе надо уроки уже делать. Хорошо, сейчас. Давай. Милана, что ты тут сделала у меня в шкафу? Открыла у меня ящик. А, Милан? Заколки подоставала. Я не знаю, что это за счастье. Что ты тут сделала? Зачем ты лазила у меня в шкафу? А, Милана? Ух ты, Миланка. Достала тоже яичко. Киндер. Что ты, солнышко моё? Такая красивая русалочка. Это яичко было три богатыря. Кстати, к делу. Нам очень много комментариев по вчерашнему видео писали, что Милана жадина. Но Милана не жадина, да, дочь? Скажи, я всегда сестричка со всеми делюсь. Это, может быть, так с первого взгляда показалось. И Ликуля совсем не обделена у нас яичками. Я не могу сказать, а я не делюсь. Да. А вообще я хочу сказать, что детки в три годика... Мам, мам, потому что нет таких фальчиков. Ну, ничего. Что детки все в три годика немного жаден. То Ликуля тоже в этом возрасте, три-четыре годика, тоже была немного жадиной. И я с этим, помню, очень боролась. Тоже было все мое-мое. А потом какой-то настал период, примерно где-то в пять лет, Лика наоборот. Все стала раздавать, новые игрушки. Помню, купили куклу новую она, подарила ее во дворе. Чересчур, в общем, стала щедрая. Вот, поэтому детки все в этом возрасте, в три годика, я думаю, немножко жадены. Ничего страшного в этом нет. Но Милана не настолько жадина, как пишут в комментариях нам. Что там ты? Игрушки. Нам, кстати, тоже в комментариях писали, спрашивали, то есть, понравились ли Милашке игрушки, герои в масках. Одна от них просто в восторге. Это Ромео, да, доченька? Что тебе больше всего нравится? Белку, уна, детка, и боль, а нет, нельзя, я не знаю. Все понятно. В общем, все нравятся Милашки, все герои в масках нравятся. Да, дочь? Твои любимые, да? Она так долго ждала их. Да. Да, только долго. А, думаю, они уже дома. И они уже дома. Милана с ними играется, не расстается. Да, солнышко? И пальчика играешь. И русалочки, да. Красотка, зимка. А мне нравится Ромео очень. Ну, мам, мне тоже зря, а Милана, это моя игрушка. Твоя игрушка? Я не жадная, но это моя игрушка. Вот, Мила, сейчас нам опять напишут, что ты жадина. Нет, я не жадная. Ты не жадная? Это просто мои игрушки. Я не жадная, это просто мои игрушки. Поняли все? А это кашка. Я не жадина. А это кашка. Миланка даже бывает очень хедрая. У нее что-нибудь попросишь? Она даже готова последнее отдать. Да, солнышко? Да. Умничка. Ты дала Ликоле поиграться со своей игрушкой, лунной девочкой? Да. Ну, какая ты умничка. А я не жадина. Да, ты не жадина. Давай, солнышко, говорим всем пока-пока. И пошли... Всем пока-пока! Ух ты! А мы пошли кушать с тобой, да? Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Кто еще не ужинал, приятного аппетита. А мы пошли кушать. И спать. И спать. И спать. И зубки видеть. Умничка, правильно. И перед сном надо обязательно почистить зубки. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Мышка поломалась. Русалочка поломалась. Давай, посмотрю. Спасение русалочки. Мы спасли русалочку. С ней все в порядке. Да, доченька? Милана испугалась, что поломала русалочку. Но мы ее спасли. Мы ее подчинили, да? И все в порядке. Продолжение следует...